В этом году исполняется 20 лет со дня выхода Warcraft Orcs and Humans, игры, которая не только положила начало великой серии, но и стала важнейшим фактором, повлиявшим на популяризацию жанра стратегий в реальном времени. Если бы не Blizzard, вероятно, игровая индустрия сейчас была бы совсем другой. Самое интересное, что Warcraft Orcs and Humans во многом была клоном другой игры. За два года до этого вышла Dune 2. И именно здесь на самом деле были сформированы основные правила жанра стратегий в реальном времени. Как вы наверняка знаете, игра была сделана по мотивам цикла романов Фрэнка Герберта, Хроники Дюны. Впрочем, нормального сюжета тут не было. Игроку предлагалось возглавить одну из трех космических династий и завоевать пустынную планету Арракис, где встречались залежи ценного ресурса Спайса. Для этого нужно было последовательно выиграть девять битв и полностью разбить конкурентов. Но цепляла игра, естественно, не простеньким сценарием, а совершенно новаторским по тем временам игровым процессом. Именно в Dune 2 впервые появились база, сбор ресурсов, найм войск и строительство зданий, дерево технологий, туман войны и несколько разных сторон конфликта. Все то, что мы привыкли видеть в большинстве РТС. Ну и, конечно, заточенный под все это интерфейс с миникартой и панелью команд, тоже перекочевал в остальные стратегии именно из второй Дюны. Чтобы добиться своей цели, мы возводили разные постройки, собирали, а точнее очищали Спайс, превращали его в золото, а на эти деньги заказывали новые здания и войска. А еще приходилось периодически сражаться со знаменитым песчаным червем, который мог пожирать передвигающиеся по песку машины. В 1998 году вышел ремейк Dune 2000. Игра получила симпатичную графику, сюжетные ролики с актерами, доработанный баланс, но уникальной ее уже назвать было нельзя. Ведь некоторые идеи для ремейка Westwood Studios позаимствовала из другой своей флагманской серии — Command & Conquer. Впрочем, о ней чуть позже. В Warcraft Orcs and Humans действительно используются многие идеи из второй Дюны. Интерфейс, экономическая модель с базой сбором ресурсов и строительством зданий, туман войны — здесь тоже были разные стороны конфликта. Орки, нашедшие портал в Азерот, яростно сражались против людей. Здания и юниты у тех и других отличались фактически только внешним видом, но зато орки и люди использовали разные заклинания, а магия играла очень важную роль. Вы спросите, что же особенного эта стратегия сделала для игровой индустрии, кроме того, что стала прародительницей культовой вселенной Warcraft? Дело в том, что именно с ней Blizzard определила свой творческий путь, который до сих пор приносит ей успех. Команда практически всегда брала за основу чужие идеи, но доводила их до идеала, вылизывала механику и интерфейс до сияющего блеска и приправляла увлекательным сюжетом. И всё это цементировало беспрецедентной заботой об игроке, о его комфорте и удобстве. В отличие от Dune 2, здесь были две разные сюжетные кампании и продуманный баланс без каких-то заметных дыр в механике. Кроме того, здесь впервые появилась возможность выделять сразу несколько юнитов, и это было очень удобно. Не обошлось и без ставшего впоследствии фирменным юмора. Каждый раз, когда игрок выделял кого-то из своих подчинённых, те произносили разные забавные фразы. Иными словами, именно Warcraft Orcs and Humans задала ту планку качества в жанре, до которой потом тянулись все остальные. И именно благодаря ей стратегии в 90-х стали безумно популярными и востребованными. Вышедшая в 95-м стратегия Command & Conquer во многом повторила судьбу Warcraft Orcs and Humans. Используя идеи из второй Dune, она добавила в механику больше сюжета, глубины, удобства, и не только положила начало не менее культовой серии, но и практически сформировала отдельный поджанр. Здесь тоже были две сюжетные кампании за условно плохих и условно хороших. В них, с разных сторон, рассказывалось о начале конфликта между Глобальным Советом Безопасности и террористической организацией Nod, а разгорелся он вокруг чудодейственного и небезопасного для здоровья ресурса Тиберий, попавшего на Землю из космоса. Однако сюжет был поставлен на принципиально другом уровне. В игре использовались очень качественные и порой весьма ироничные ролики с участием настоящих актёров. Именно после Command & Conquer использовать живое видео в играх стало модным. Кроме того, эта игра окончательно сформировала классическое управление и интерфейс стратегий в реальном времени. Здесь, в частности, можно было выделять любое количество юнитов и вести строительство через боковую панель. А ещё в Command & Conquer, пожалуй, впервые было реализовано столь огромное количество разнообразной техники и юнитов на службе двух сторон конфликта. Благодаря этому здесь, в отличие от той же Дюны и первого Варкрафта, было куда больше принципиальных различий между игровыми фракциями. Расплатой стал кривой и дырявый баланс. Доводить его до ума, разработчикам пришлось в последующих играх серии. А вот в StarCraft Blizzard изначально идеально сбалансировали три принципиально разных стороны конфликта, что и определило популярность и уникальность игры. Вышедшая в 98-м, эта стратегия стала чуть ли не первой, где выбор одного из участников конфликта гарантировал равные условия и в то же время позволял выстраивать отличный от других стиль прохождения. Сюжет, рассказывающий о всесокрушающих конфликтах и борьбе за власть в далёком космическом будущем, предлагал выступить на стороне тиранов, протосов или зергов. И если с тиранами, аналогами людей, всё было более-менее понятно, то две другие расы предлагали уникальные стратегические возможности. Протоссы обладали развитыми пси-способностями и самыми мощными юнитами. С другой стороны, их войска были дорогими и не слишком многочисленными. А вот зерги, наоборот, брали своё количеством, а не качеством. Являясь аналогом этаких чужих, они активно использовали биотехнологии и подчинялись единому разуму улью. Кроме того, в StarCraft появился редактор карт и полноценный масштабный мультиплеер. Игра стала первой киберспортивной стратегией в истории. По StarCraft проводились и проводятся до сих пор разнообразные турниры и чемпионаты, а их победители, в основном это, конечно, южнокорейцы, становились настоящими звёздами. В 91-м году Сид Мэйр сформулировал основные правила жанра глобальных пошаговых стратегий. Его Civilization во многом была калькой с одноимённой настольной игры, вышедшей в Англии в 1980-м. Но Мэйр не просто купил права на это название, он очень грамотно перенёс в компьютерную адаптацию механику настолки и разбавил множеством своих идей. Это была первая игра в истории, где мы, возглавив одну из наций, могли пройти вместе с ней все этапы эволюции — от эпохи варварства до создания ядерного оружия и запуска собственного космического корабля к системе Альфа-Центавра. В процессе мы должны были не только строить какие-то здания и нанимать юнитов, как в стратегиях в реальном времени тех лет, но и изучать дерево технологий, развивать науку и культуру, воздействовать на настроение подданных, использовать дипломатию, улучшать местность, строить дороги. А ещё нам приходилось даже выбирать политический строй — будет это деспотия, монархия, республика, демократия или коммунизм. И всё это в пошаговом режиме, позволяющем вдумчиво оценить каждый свой следующий шаг. Другая важная особенность — возможность играть за одного из известных политических деятелей. Русские были представлены Сталином, французы Наполеоном Бонапартом, американцы Авраамом Линкольном. Всё это сопровождалось встроенной энциклопедией, позволяющей новичку достаточно быстро вникнуть в суть происходящего, и именно после этого стало модно делать такие подробные руководства. Игра, конечно, не была совершенной — нации там, например, ещё не отличались отрядами и строениями, и это уже появится в третьей и четвёртой частях. А в самой игре было несколько дыр и багов, позволявших, например, коннице пусть иногда, но всё-таки уничтожать авиацию и танки. Тем не менее, именно первая Цивилизейшн вошла в историю как родоначальник целого жанра. Через шесть лет Microsoft и Ensemble Studios решили фактически перенести цивилизацию в реальное время. В Age of Empires мы тоже брали на себя управление одной из 12 наций и вели её к мировому господству через разные эпохи — от каменного до железного века. Точно так же строили здания, нанимали войска, добывали ресурсы, торговали, сражались и развивали технологии. Конечно, тут всего было меньше по сравнению с Цивилизейшн — дипломатия, например, была представлена только в мультиплеере. Да и размах не тот — всё ограничивалось Вавилоном, Египтом, Грецией, Азией и Римом. А до тех же Российской империи, Великобритании и Франции дело дошло только в третьей части, вышедшей в 2005 году. Зато в Age of Empires было больше отличий между разными нациями, особенно во второй части, а сражения не ограничивались автоматическим подсчётом результатов битвы. Нам приходилось лично управлять войсками. И что важно, игра предлагала совершенно другой ритм и динамику, ведь всё действие разворачивалось в реальном времени, и нам надо было одновременно учитывать массу нюансов. Можно смело сказать, что Age of Empires стала основоположником отдельного поджанра стратегий. Именно из неё вышли, например, Казаки и Rise of Nations. В 93-м Мастера Ворион стала первой масштабной космической стратегией. По сути, это была та же Цивилизейшн, только в космосе. Здесь нужно было покорить военным или дипломатическим путём всю галактику. За господство сражались империи разных рас, причём среди десяти рас на выбор попадались ящерицы, медведи, киборги и разумные кристаллы. Как и в Цивилизейшн, по пути к мировому, а точнее всегалактическому господству, игроки возводили на планетах разные здания и базы, изучали технологии и заботились о росте населения. Но вместе с тем здесь была масса и собственных нюансов. Так, в Мастера Ворион впервые появилась возможность лично конструировать корабли, а сражения не сводились к автоматическому подсчёту результатов. В бою мы сами управляли флотом и ракетными базами. Чтобы колонизировать планету, приходилось отправлять туда транспорт с населением, после чего начинались уже наземные бои, а вот они как раз рассчитывались автоматически. В отличие от Цивилизейшн, в Мастера Ворион было больше возможностей для дипломатии и шпионажа. Здесь, например, мы впервые могли сами начать переговоры с любым оппонентом, устраивать восстания и революции на чужих планетах и даже подставлять другие расы в ходе изощрённых политических интриг. Кроме того, после колонизации двух третьей галактики проводились выборы нового лидера республики. Им мог стать игрок или его самый сильный соперник. Если мы соглашались с результатами выборов, игра заканчивалась. Если нет, все остальные империи объединялись против нас. Неудивительно, что игра стала культовой, породив не просто множество продолжений и подражателей, но и целый поджанр глобальных пошаговых стратегий в космосе. Однако настоящий, ну или почти настоящий космос в космические стратегии привнесла не Мастера Ворион, а вышедшая через шесть лет Homeworld. Это была первая стратегия, да и вообще игра про космос, где была реализована полноценная 3D, а все объекты могли свободно перемещаться во всех шести направлениях — вперёд-назад, вверх-вниз, влево-вправо, плюс повороты вокруг каждой из трёх взаимно перпендикулярных осей. Добавьте сюда приличные размеры карт и потрясающие фоновые пейзажи космоса, и вы поймёте, почему именно Homeworld называют первой игрой, где вы реально чувствовали бесконечность вселенной и испытывали от этого смесь страха и восторга. Всё это прямо сказалось и на игровом процессе. Используя корабль-базу, мы в реальном времени собирали ресурсы из астероидов, строили разные здания и космический флот, отправляли юнитов сражаться со врагом, изучали новые технологии, чтобы получить доступ к новому типу кораблей или оружия. Всё вроде бы как в любой РТС, но, во-первых, тут мы могли использовать пространство и все его шесть степеней свободы, чтобы заставить подчинённого зайти снизу под вражеский фрегат и расстрелять его более уязвимое днище. Во-вторых, из-за того, что на этих огромных трёхмерных пространствах действие разворачивалось в реальном времени, особое значение приобрели скорость и скрытность. Например, в сетевой игре важно было скорее выяснить местоположение противника и успеть первым добраться до его корабля-базы. Кроме того, Homeworld полюбили за глубокую проработку мира и эпический сюжет, который очень подробно и интригующе рассказывал о том, как выбранная нами раса пытается вернуться в свой родной дом в центре галактики. Причём по ходу прохождения сюжетных миссий флот переходил с игроком из миссии в миссию. Это тоже было редкостью по тем временам. Homeworld поставила новую планку качества для космических стратегий, но с тех пор, пожалуй, так никому и не удалось её преодолеть. В 1995 году вышла первая часть игры, которая потом на долгие годы стала чуть ли не самой популярной стратегией в России. В Heroes of Might and Magic студия New World Computing использовала наработки другой своей игры, King's Bounty, вышедшей за пять лет до этого. Мы точно также исследовали глобальную карту, собирали артефакты и новую экипировку для героя, развивали его, нанимали всяких мифологических существ в армию, а сражались непосредственно в тактическом режиме на пересечённой местности. Но в героях ко всему этому добавилась стратегия, которая ввела необходимость захватывать и отстраивать замки, добывать разные виды ресурсов и следить за тем, как развиваются ваши конкуренты, такие же герои со своими замками, армиями и артефактами. При этом юниты, герои и замки разных рас довольно сильно отличались друг от друга, что по тем временам было большой редкостью. Мы могли проходить кампании за разные расы, и всё это позволяло пробовать уникальные тактики и стратегии. Это не говоря уже о том, что и сами сражения были очень увлекательными. Они проходили в пошаговом режиме, и нам приходилось грамотно использовать особенности каждого отряда, грамотно их размещать на поле боя и, опять же, грамотно применять магию. Игра завоевала бешеную популярность, пережила шесть частей и кучу дополнений, и заслуженно считается основателем целого жанра, который условно можно назвать «как в героях». Первая часть Total War вышла в 2000 году и произвела не меньший фурор. Как и герои меча и магии, игра совмещает глобальный и тактический режимы. Но это действительно куда более тотальная, масштабная и реалистичная стратегия. Во всех играх серии мы управляли либо целыми странами, либо, как в первой части, японскими провинциями. Задача — получить контроль над большей частью территории, завоевывая новые земли. Для этого на глобальной карте мы возводили во вверенных городах разные здания, как экономические, так и военные. Нанимали войска, изучали технологии, регулировали уровень налогов и следили за настроениями среди верноподданных. Была и дипломатия, и возможность нанимать шпионов и убийц. И все это в пошаговом режиме. Но в отличие от Civilization, здесь все было предельно реалистично. Никаких ядерных бомб против конницы и тому подобных казусов. Все в пределах заданного исторического периода. Но самое главное — это, конечно, сражения, представлявшие нечто совершенно уникальное. Проходили они в реальном времени на отдельной тактической карте, а управляли мы целыми отрядами разноплановых бойцов. При этом во главу угла был поставлен реализм и масштаб. Успех зависел от того, кем и кого вы атакуете, по какой местности и кто передвигается, какая стоит погода, какая видимость, какое моральное настроение у бойцов, какое оружие они используют и тому подобное. Все юниты соотносились друг с другом по принципу камень-ножницы-бумага. То есть копейщики, например, были особенно эффективны против конницы. Та могла быстрым наскоком разметать в клочья лучников. А стрелки, в свою очередь, занимая возвышенности или прячась в лесах, могли превратить в решето половину вражеской армии. Ну а когда начиналась осада или защита крепости, то в дело вступали мощные осадные орудия. Бойцы лезли по лестницам на стены, осажденные поливали их горячей смолой. В общем, такого на тот момент мы еще не видели. Да и в дальнейшем видели, пожалуй, только в многочисленных продолжениях Total War, хотя подражателей было и еще будет достаточно.